Открытый диалог, такой вариант решения накопившихся вопросов и недовольств, предложил глава областного центра Александр Рогачук тем, кто разумному пути решения проблемы первоначально предпочел выйти на улицы Бреста, вооружившись плакатами и рупорами. Предлагая привлечь как можно больше единомышленников, толпа активистов с лозунгами разного характера и отнюдь нелицеприятного оттенка, призывала оказать давление на городские власти. Ответ не заставил себя ждать. Председатель городсполкома, расположенный к продуктивной беседе, начал свое общение с брещанами с приведения статистики и разъяснения распределения средств городского бюджета. Таким образом, мэр Бреста предвосхитил дальнейшие вопросы относительно налогов, которые платит незанятая часть населения и официально трудоустроенные граждане. Изменить критичное отношение к власти на исключительно положительное. Отнюдь не такую цель преследовал глава областного центра. А вот объяснить, дать подробную картину происходящего в городе, к этому стремился Александр Рогачук в ходе диалога. Люди не понимают, откуда что-то берется. И тема городского бюджета, тема формирования бюджета, это тема тоже должна быть прозрачная для наших горожан. То есть они должны понять, откуда они получают зарплату, откуда у них должны быть дороги, какой общественный транспорт должен ходить, где вообще берутся троллейбусы, кто за них платит, где и как финансируется медицина. В беседе главы Бреста с горожанами на повестку дня были вынесены вопросы относительно нюансов декрета номер 3 президента Республики Беларусь. Безработицы на месте и вынужденной мере заработка за рубежом, о настроениях активистов, об экономической ситуации в городе и стране. В ходе диалога мэру областного центра были адресованы вопросы о его отношении к декрету о социальном иждивенчестве, о позиции демонстрантов и многие другие. Вы прекрасно держите удар, я вижу, умеете разговаривать с людьми, но давайте сделаем не так, что гражданское общество и я, а давайте созовите горсовет, сессию городского совета, сессии горсовета, озвучьте проблему. И пусть это проблема, пусть это вопрос станет вопросом беспокойства не только для вас лично, но и для депутатов госсовета, пусть они примут какое-то соответствующее заявление, наверное, и вы сюда прикроете и на всю страну Брест, как всегда, первый прозвучит в этом деле. На вопросы корректные и не совсем одинаково развернуты и максимально доходчиво отвечал председатель городсполкома Александр Рогачук. Диалог с волнительной нотой плавно перешел в конструктивную и спокойную беседу. Абсолютно очевидно, что любой диалог, даже острый диалог, он конструктивнее, чем митинговщина, выкрики и нежелание одной стороны слушать другую сторону. Поэтому хорошая, нормальная, рабочая встреча, которая полезна для меня, как градоначальника, с учетом того, что я обязан знать весь спектр отношений людей к тем или иным правительским решениям. В каждом случае надо разбираться, в каждом случае надо смотреть ситуацию глубже. И то, что законодательство, оно не догма, оно требует дальнейшего совершенствования, это абсолютно очевидно. Поэтому часть предложений на этой встрече, она будет положена на те предложения по совершенствованию законодательства, в данном случае декретом номер 3. Те, для кого во главе угла было разъяснение существующих вопросов и решение проблемы, поучаствовали в беседе с главой областного центра и получили ряд ответов на свои вопросы от Александра Рогачука. Те, для кого в приоритете громкие жесты, искали ответы на улицах города. Кто из этих двух сторон вынес для себя больше пользы, покажет, конечно же, время. Продолжение следует...